Ну, я 16-го числа был здесь, поэтому сказать, что так уж совсем издалека это, наверное, будет преувеличением. Вообще, я сейчас большую часть времени провожу именно в Украине, но скажу, что сердце-то болит за то, что происходит. И у нас вот в России говорят, что Государственная Дума не место для дискуссий, а похоже, что Гоковная Рада не место для решений. Зато у вас в Госдуме таких страстей не бывает, завидуйте. В этом смысле я, конечно, завидую, но, честно говоря, я вот уже начал сомневаться, что лучше, не место для дискуссий или не место для решений. Честно говоря, хочется, чтобы какие-то решения у вас тоже принимались, потому что в конечном итоге я вот лично свое будущее проинвестировал в эти самые решения. И очень хочется добиться результата. А каким образом вы проинвестировали свое будущее в эти решения? Когда голосовал против аннексии Крыма и все, что делалось после этого, вот у нас в России в 90-е годы тоже были непопулярные реформы. И вообще это очень удобно так говорить. Вот и сегодня про это говорили о том, что ну а что вы хотите. Правительство реформаторов, оно всегда непопулярно. Но я, честно говоря, еще не знаю ни одного правительства реформаторов, которые бы упрекали в отсутствии действий. Я знаю правительство реформаторов, которые упрекали бы в плохих действиях. Это понятно. А в отсутствии действий, по-видимому, это вот первое. И мне кажется, что это же самый страшный приговор для любых реформ. Это их отсутствие. И действительно, когда люди выходили вот ровно два года на Майдан, и мы, которые в России поддержали Майдан, ну мы совсем тоже другого хотели, чтобы произошло. Мы хотели, чтобы Украина стала успешной, чтобы это стало в частности примером для России. А на данный момент это становится антипримером для России. И получается, что Путин-то прав. И вот результат всех наших этих реформ 90-х годов, он же был какой? Вот это вот непопулярное правительство. И закономерный итог Путин. Путин это ответ общества на непопулярное правительство. Я вас перебью. А вы сами, вот вы человек левых взглядов, вы это декларируете. Вы при этом готовы признать реформы 90-х годов в России успешными и позитивными? Нет, конечно, я не готов их признать успешными и позитивными. Я вообще считаю, что как раз вот есть одна вещь в Украине, которая действительно подает пример для всего остального. Вот реформа полиции. Вот она проводится с таким тезисом, что если раньше измерение эффективности полиции было по количеству раскрытых преступлений и так далее, то сейчас эффективность полиции это уровень поддержки общества полиции, уровень доверия общества к полиции. Это главный тезис этой реформы. Так это было проведено в Грузии, поэтому она там была успешна. И она была повторена в Украине, и она тоже успешна. И я считаю, что это очень важно, потому что лучше чего-то не сделать. А другие реформы в Украине со стороны видны, кроме реформы полиции? Ну, я лично особенно не вижу. Я вижу отдельные очень робкие попытки, но это скорее попытки вопреки. Просто наш премьер доволен. Он себя сегодня поставил в один ряд с Бальцаровичем и Маргарет Тэтчер. Слышал я это, но поскольку я знакомый с тем и с тем, и я могу сказать, что такого отношения в этих странах, в Великобритании и в Польше не было. И к Бальцаровичу тоже было сначала падение популярности, потом был рост популярности. Валенца проиграл выборы, своей первой пришел Квасневский. Где-то реформы затормозились. Ничего страшного. Важно в том, что общество все время давало мандат. Сейчас есть коалиционное правительство народного недоверия. Если есть правительство недоверия, оно должно меняться. Просто ответственный политик, который стоит во главе этого правительства, он должен прежде всего об этом сказать. Потому что результатом этого будет военная диктатура. Илья, меняться только через перевыборы. А место уже за полтора года нагрелось. А уже научились пользоваться благами этого мандата. И на перевыборы не слишком хочется. Мне кажется, что Майдан стоял как раз против того, чтобы кто-то грел места. Это правда.